Игроки здоровеньки в православье Из японских игр Представляешь там такого Задетого с усищами в национальном костюме японца Который бьет по барабану Короче если кто не знает То мы играем за вот этого безымянного мальчика И соответственно за этого зверя Трико Мы просыпаемся в этой каменной пещере Мы не знаем что было Что произошло и так далее И нам нужно каким-то образом это понять Спайлеры на самом деле В первые полтора часа Которые будем стримить Здесь нет вообще ничего. Вы... Это очень сейчас хорошее было промо для игры. Нет, нет. Какая анимация, это же просто. Это очень хорошее. Анимация офигительная. Вот здесь мы видим, что здесь не будет никаких вам рассказов, что было до, что было после. Мы вообще ничего не знаем. Мы не знаем, кто этот парень, почему он с этим... Катадракон... Катадраконом, да. Вот, общается, как с ним нужно общаться, что происходит в этом мире. Все будем познавать постепенно. И мне это очень нравится. Все говорят, что вот я играю в игру от PlayStation 2. Мне кажется, на PlayStation 2 она просто ее не потянула. Ну там, у слонгера PlayStation 3, я не знаю. И у слонгера игра, там, пятилетней давности. Смешно звучит на фоне ремастеров Скайрима шестилетней давности. И все такие, ооо, класс! Не, но все, кто боялся, что Last Guardian может идти три часа, поверьте, друзья, это не так. Даже если вы будете все знать, как вот идти, бежать вперед, и она проходит часов за семь. А парень-то тоже непростой. Он, видишь, он разрисован просто, как сиделец матросской тишины. Вот, на самом деле, мы сталкиваемся с первой главной проблемой Last Guardian, это управление. Я вспомнил сегодня одну игру, где прыжок на треугольник. NBA 2K. А в жанре приключенческих штук, я, честно говоря, такого вспомнить не могу. Это что такое? Гололомки? Руны? Просто наше животное умение стрелять из хвоста. То есть целеуказатель. Чё? Да. Да ладно. Вот. И вторая проблема большая Last Guardian, это камеры. Здесь есть очень много тесных декораций, в которых, ну, вы сегодня ещё, на самом деле, увидите, мы это покажем. Как будет вести себя камера. Это просто... Мне иногда хотелось просто геймпад выкинуть. Смотрите, как он выглядит. Слушай, а может быть он киборг? Да? Робокоп? Так наоборот, мне кажется. Нет-нет-нет. Вот теперь ты не будешь мне говорить, что он не робот, а? Где взрывы, блин? Нет-нет-нет. Где взрывы? Тачки где? Тёлки? Это же история дружбы, Виктор. Дружбы. Понимаешь? Это вам не Titanfall. Дружба человека и робота. Titanfall. Залезайте ему в ухо там кабина. А можно с ним спрашивать, можно ли его там чесать или прочее как-то... Просто так интерактировать. Ну вот можешь его там типа гладить. Можешь, да? В любой момент подойти и соответственно похлопать по морде. О, вот это вообще мразь. Я его боюсь. Этот вот под хвост залез. А ты слушай, ты как с ним интро... У тебя какие вообще возможности сказать ему подойди? Какие команды он знает? Подойти, направить его, прыгнуть на большую какую-то штуку. Мне кажется, что это она. Потому что я что-то не вижу там. Огромная болтающаяся хера? Нет, но мы упускаем сейчас опять. Наша теория, что сейчас достанет... И будет бить животное. Пошла, я сказал! Кобыла! Блин, даже цветовая гамма такая же, как была Вайка. Это у нас вообще теория, что это боевой киборг какой-то старой цивилизации. Вот тут ещё такие темы не очень очевидны. Это практически лес Сакура. Посмотри, Виктор. При этом, видно, что это не фотореалистично, но это дико красиво. Офигеть! Это очень круто! Это вот РУАС! Реально супер мультфильм! Блядь! А, ты так flop с maintaining. Кхе. Закупалась к панкхухей. Слушайте, объясните, почему проект стопорился, почему проекта были проблемы, если всё так хорошо на выходе? Ну, конечно, мы не знаем ответа на этот вопрос, но мне кажется, здесь были две вещи. У Эда он известен тем, что он такой довольно перфекционист чувак. И говорили, об этом ходили слухи, правда, давно, о том, что он недоволен сам по себе структурой, ну, то есть, как бы тем, что у него получилось в финале. Во-вторых, мне кажется, что здесь есть технические вещи, которые, возможно, ему не сильно давались. Нужно понимать, что японцы, вообще, это, как бы, не самая сильная школа разработки видеоигр с точки зрения технического оснащения. Вы играли когда-нибудь в 11-й Final Fantasy, для того, чтобы просто понять, здесь не будет головоломок, передвинь ящики 83 раза или еще что-то. Здесь будут головоломки именно вот про перемещение на уровне. Мне кажется еще, что проблема многих японских игр заключается в том, что современные западные продюсеры, которые все-таки современным рынком, ну, как бы, рулят запад. Мне кажется, они вот сейчас. А, да, сейчас. Мне кажется, вот они приходят и смотрят на вот эти вот разработки. Кензи и Нафун, такой, ну, вроде уважаемый чувак. Придумал рекорд. И вот, представь себе, такой, продюсер Microsoft приходит, такой, говорит, и смотрит на этой, такой, Что ты, блядь, придумал? Ёб твою м... Как в это играть? Подожди, а он летать будет на нем? Какой, две крылья его видишь? Их ты не узнает, кто здесь жил. И для чего они использовали это. Так, смотри, какой-то резонатор. Ну, достаточно тебя укусить один раз. А, все нормально. Он меня и должен все, если я забуду. А, воспоминания. Он все-таки действительно в кабину залез? Не, ну, ну, ты сейчас будешь отрицать, что он робот. Ну, правда. Ну, все, что это за идиотской теорией. А, Слав, ты взял геймпад? Слушай, а... Это кровь? Тупко стрим. Не, не, это у него было. Избегинь. И Слав, прошло полчаса, Слав просто там шерстью играл, там, гладил, там, его. Слушай, подожди, он только что я пытался сожрать. Сейчас просто на цыпочках выходишь нахрен из этой комнаты, идешь в свою деревню и живешь там до старости, до пенсии. А посмотри доспехи поближе. Бога. Спустись, пожалуйста. Да, 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 что-нибудь. Он сказал, что после боя с доспехами, то есть они как будто бы живые доспехи, но я думаю, что необразованный чувак, выросший в постапоке, он вот так и говорил. Постапок. Именно для него роботы это были бы ожившие доспехи. Вот ты, короче, когда будешь, гни эту теорию до конца и просто подгоняй все, что видишь. А вот и можно снять ролик. Моя теория, то, что на самом деле происходит. Лучше играть в гиборгах. Это же нас так. Окей. Слушай, ну видишь, подожди, старое доброе правило, что если у кошки голова пролезла, все тело пролезет. Я не могу понять, чем он там застрял. Значит, это не кошка. Микросхема выпирает слишком сильно. Что такое вот это? Как я так? Как я так? Оп, акробат. Я не понимаю, у него есть крылья или нет? Есть, есть, конечно. Он же имя махал. Вот, недавно. Успел, твой интенсивный. Пожди, пошди, пошди, что это было? Там будто бегал, да? Это ящерица, конечно? Ящерица, да. А, смотри, то есть есть какая-то живая зерная. Башня как бы намекает. На что? На что-то. Ну то есть обычно? Филалически всего? Нет. Три концовки. Ничего себе. Сражение с люком. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы хотите продолжить трубку. Самые короткие стримы со Славой Мастицким на нашем канале. Ну, вы можете издеваться и смеяться над моей теорией, но по крайней мере она у меня стройно выглядит. Вот без вот этого вот, что там пацан, пернатая тварь, или он сам киборг. Этого я не утверждал. А вот то, что зверь всячески проявлял себя как никак биологическое существо несколько раз, это правда. Да даже Слава, мне кажется, засомневался. Итак, у меня просто три подозрительных момента. Это его глаза, которые мигали в какой-то момент. Реально мигали абсолютно. Смертые глаза. Стрельба с молнией и тот момент, когда он тебя типа сожрал, а на самом деле посадил какую-то некое, получается, то ли кабину, то ли что, и показал тебе видение. Короче, друзья, на самом деле мы, в общем-то, показали как бы основные всякие штуки здесь. Мы показали то, как игра выглядит, мы рассказали, какие у нее есть проблемы. Десять лет, на самом деле, круто, что Last Guardian вышел. Это действительно мало на что похожая игра. Ну, практически ни на что не похожа. Если вы любите авторские проекты, если вам не жалко там, 4000 рублей, если у вас есть PlayStation 4, то обратите внимание. Все, друзья, спасибо большое, что были с нами. Last Guardian, играйте, это действительно круто. Да? Да. Все, всем пока. Все.